Вертолётный авиатор Сегодня в нашем выпуске венец развития ветки советской вертолётной авиации «Вартандер» Последняя модернизация серии Ми-24 – транспортно-боевой вертолёт Ми-35М Широкий выбор доступного вооружения сочетается у него с довольно высокой живучестью Высокой для вертолёта, естественно На носу машины установлена подвижная турель с 23-мм пушкой. По горизонтали она отклоняется на 60 градусов в каждую сторону. Углы вертикальной наводки — от минус 40 до плюс 10 градусов. Пара двигателей мощностью по 2200 л.с. позволяют машине подниматься на 500 метров со скоростью 41 метр в секунду, а в горизонтальном полёте разгоняться до 300 км в час. Что, впрочем, довольно немного. Двухместная кабина защищена 55-мм бронестеклом, а также 4,8-мм стальными листами. Дополнительную защиту обеспечивает одно из нескольких высокотехнологичных приспособлений на выбор. Ложные тепловые цели и станция оптика электронных помех сбивают с курса всё, что наводится на инфракрасное излучение выхлопа. А экранно-выхлопное устройство снижает инфракрасную заметность самого вертолёта. Перейдём к вооружению. Тут наш главный козырь — Птуры 9М120 «Атака», пробивающие до 800 мм брони и в полёте, достигающие скорости до 550 метров в секунду. Это самые быстрые противотанковые ракеты в игре, которыми можно уничтожать не только любые наземные, но и многие воздушные цели. Впрочем, даже изначально доступные Птуры — штурм, пробивающие 650 мм брони, тоже летают довольно быстро. Есть подвесные 23-мм пушки, по характеристикам аналогичные той, что установлено на носу. Они эффективны против воздушной и легко бронированной наземной техники. Но важно иметь в виду, что по скорострельности они уступают турельному орудию нашего главного конкурента — AHZ-1 Viper. Поэтому ввязываться в ближний бой с американскими вертолётами стоит с осторожностью. И, наконец, есть неуправляемые ракеты С-8КО. Максимальная скорость — 610 метров в секунду, пробитие — 400 мм. Град таких ракет за пару секунд превращает в груду металла практически любую цель, которая не успела увернуться. Как же играть на Ми-35М? Ближние дистанции — не его стихия. И без того невысокая скорость вертолёта падает до 180 при манёврах, а большие размеры порой позволяют попасть в него даже из танковой пушки. Оптимальная тактика — держаться на расстоянии и, оставаясь незамеченным, отправлять наземные цели в ангар одну за другой с помощью птуров. Большинство зениток с такой дистанции не слишком опасны, а система оптико-электронных помех поможет избежать встречи с ракетой, даже если пилот не заметил пуска. Впрочем, при определённом мастерстве можно играть и агрессивнее. Тогда наш выбор не Птуры, а комбинация неуправляемых ракет и дополнительных подвесных пушек. Лобовая броня вполне выдерживает огонь танковых пулемётов, но вот от зениток надо избавиться заранее. Однако увлекаться подобными налётами всё же не стоит. Ми-35 — это всё-таки не ударный вертолёт в чистом виде, а боевой транспортник. В целом же Ми-35 отлично справляется с поддержкой союзной команды, помогая прорывать фланги едва ли не в любой точке карты.